С вами Николай Пивненко в проекте Даты. Сегодня 27 декабря. День спасателя Российской Федерации. В этот день в 1990 году на основании постановления Совета Министров РСФСР об образовании Российского Корпуса Спасателей на правах Государственного Комитета РСФСР, а также формирования единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и является Днем спасателя. У родившихся 1761 год. В этот мир приходит Барклай де Толли, князь, герой Отечественной войны 1812 года. На военной службе с 1776 года. Боевое крещение получает в русско-турецкую войну 1787-91 годов. Участвовал в осаде и взятии Очакова, в сражении при Каушанах и взятии города Акермана и Бендер. В 1810 году назначен военным министром, на посту которого много сделал для усиления русской армии. Во время Отечественной войны главнокомандующий Первый Западный в ходе Бородинского сражения командовал правым крылом и центром русских войск. Проявил большое мужество и искусство управления войсками. На военном совете в Филях подавал голос в пользу отступления без боя. 1832 год. День рождения Павла Третьякова, российского предпринимателя, мецената, собирателя произведений русского изобразительного искусства, основателя, естественно, Третьяковской галереи. В 1901 году рождается Мария Магдалена фон Лош, ставшая впоследствии известной всему миру под именем Марлен Дитрих. Легендарная певица, общепризнанная звезда мирового кинематографа. Ее утонченный образ, который она без устали создавала на протяжении всей жизни, уникальный дар лицедейства, неподражаемый голос, талант, коим она была наделена и в любви, и в дружбе, просто восхищали всех современников и действительно сделали ее легенды еще при жизни. В 1939 году рождается Эммануил Виторган, советский российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Он снимается более чем в 100 фильмах. В 1948 году родился Жерар Депардье, французский актер, один из самых плодотворных актеров современности. Он снимается в более чем 170 фильмах. Диапазон ролей огромен от голливудских фильмов и фестивальных шедевров до дешевых низкопробных комедий и телесериалов. Событие дня. 537 год. В Константинополе освящен знаменитый собор Святой Софии, ставший главным храмом не только Византийской империи, но и всей Восточной христианской церкви почти на целое тысячелетие. Император Византии Юстиниан I Великий, по повелению которого архитекторы из Малой Азии Анфимий Тралский и Исидор Милецкий, возвели этот собор, сам заложил первый камень в его основании и строго контролировал само строительство. Ныне это мечеть Аея София. В 1871 году в лондонском хрустальном дворце проходит первая всемирная выставка кошек и котов. В 1887 году в Англии был образован первый клуб любителей кошек National Cat Club, существующий, кстати, и поныне. Позднее, в 1949 году, была создана Европейская организация Международная федерация любителей кошек, впоследствии приобретшая статус ведущей мировой. В Советском Союзе первая выставка кошек прошла, в общем-то, не так давно, в 1987. 1929 год. В последний день работы в Москве Всесоюзной конференции аграрников-марксистов Иосиф Сталин в своем выступлении констатировал, от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества мы перешли к политике ликвидации кулачества как класса. Также он заявил, что когда НЭП перестанет служить делу социализма, мы отбросим НЭП к черту. 1932 год. ЦИК и Совнарком СССР издают постановление о введении паспортной системы и обязательной прописке. После Октябрьской революции паспорта внутри страны были отменены как одно из проявлений царской отсталости и деспотизма. Отныне же нарушение порядка паспортной системы могло повлечь за собой привлечение к административной и даже уголовной ответственности. Паспорт вводился только для жителей городов, рабочих поселков, совхозов и новостроек. Колхозники же были лишены паспорта. Всем паспорт стали выдавать в 1974 году. В 1933 году Британский музей объявляет о том, что купил у Советского Союза за 100 тысяч фунтов стеллингов знаменитый Синайский кодекс – самый древний список Нового Завета. Рукопись 4 века нашел на Ближнем Востоке немецкий исследователь Константин Тишендорф и приобрел для России. Синайский кодекс был продан Советским Союзом за самую высокую стоимость, уплаченную к тому времени за отдельную рукопись. И в наши дни эта сделка считается величайшей книжной покупкой. Христиане всего мира, обрадованные тем, что вызвали ли библейскую святыню из атеистического государства, организовали сбор средств для покрытия расходов, связанных с этой покупкой. И вскоре затраченная сумма, как это ни странно, была перекрыта, да еще и с лихвой. 1979 год. Штурмом двух групп спецназа «Гром и Зенит» взят дворец правителя Афганистана Амина, который убит. В этот же день главой государства уже окончательно поразглашен Бобрак Кармаль, который объявит о смене руководства страны по радио, находясь при этом в Ташкенте. В 2004 год 15 спутников и межпланетных станций на просторах от Земли до Сатурна зарегистрировали мощнейшую вспышку гамма-излучения от галактического источника в созвездии Стрельца. В 30 тысячах световых лет от Солнечной системы продолжалась вспышка несколько десятых долей секунды, но выброшенная энергия превысила ту, что Солнце излучает за 100 тысяч лет. Случись такое, скажем, с Сириусом, от которого до нашего светило всего 9 световых лет, на Земле почти наверняка погибло бы все живое. Что же вспыхнуло в глубинах космоса? Большинство астрофизиков убеждены, что виновник звездный объект из семейства магнитаров, редких сверхзамагниченных нейтронных звезд. По своей природе это явление в чем-то подобно солнечным вспышкам и вызвано быстрой перестройкой колоссального магнитного поля, так называемого компактного объекта. Но еще об одном событии более подробно. 1925 год. В ночь на 28 декабря в гостинице «Интернационал», то бишь «Англитер», Есенин по официальной версии покончил жизнь самоубийством. Утром его находят повесившимся в номере гостиницы. За день до этого он написал стихи «До свидания, друг мой, до свидания» и сумел передать их своему ленинградскому другу поэту Вольфу Эрлиху. В мемуарах Мэрингоффа читаем «К концу 1925 года решение уйти стало у Есенина маниакальным. Он ложился под колеса дачного поезда, пытался выброситься из окна, перерезать вену обломком стекла, заколоть себя кухонным ножом». В последние месяцы своего трагического существования Есенин бывал человеком не больше одного часа в сутки. От первой утренней рюмки уже темнело его сознание, а за первой, как железное правило, шли вторая, третья, четвертая, пятая. Время от времени Сергея Есенина клали в больницу, где самые знаменитые врачи лечили его самыми новейшими способами. Они помогали так же мало, как и самые старейшие, которыми тоже пытались его лечить. Конец цитаты. «До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова, не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok